Всем привет! Мы находимся на том большом объекте. Сзади меня видно вон хусблок. Рядом со мной Антоха. Привет всем! Тоже кровельщик. А сейчас вам покажем, как делать линейные окрытия. Ну и подробненько все расскажем. Вернее Антоха расскажет, а я поснимаю. Постараюсь рассказать. Значит, у нас изначально идет благостойкая фанера 20 миллиметров лежит. Вот так вот. Сделана штраба на 70 миллиметров высоту. Вот. Дальше. Антоха, давай покажем. Дальше мы устанавливаем такую силовую планку с выпуском А20 миллиметров. Вот. От камня на 20 миллиметров. Мы ее прикручиваем, ставим. Все. Далее. Далее, далее. Ставится капельник. У нас этого нету свободного. Ну отсюда покажу. Вот он капельник. Получается. Вот такой вот формы. Вот. Далее. Идем. Покажем. Дальше. Мембрана. Дельтовская. Накапельник укладывается сюда. И приклеивается на герметик полиуретановый. К стенке. Ну короче он приклеен даже вон конкретно. Ну если только вот так подцепить. Приклеивается все к стенке. Потом берется шаблон. Как шаблон? Берется железка. Изготовлен. Вот. Относительно ската. Ставится уклон. Это мы вам дальше покажем. Для чего это нужно. Вот. И пойдем вниз на изготовление. Покажем как изготавливаются такие картины. Вот. Как готовится. Как прокатывается. Ну все по порядку. Так что вот так вот все. Пойдем. Ну и вот короче. Мы отмерили наш уклон шаблона. Вот. Сейчас Антоха расскажет. Что к чему. Как мы делаем шаблончик под бюндель фалец. Чтобы уже ни о чем не думать. Начертил и заготовил. Ну соответственно. Вот наш угол ската. Я тут уже зарядием просто все расчертил. Чтобы быстрее это было. Вот наш угол ската. Находим биссектрису. Ставим на еду. Поэтому. В этой линии. Ставим метку. Ставим линейку. Так. Ставим здесь метку. И линию рисуем. Да. Соответственно. Это наш бюндель фалец. Вот он. Готовый. Да. Второй шаблон. Второй шаблон. Основной. Но для того, чтобы четче и лучше складывалось. На большом фальце нужно немножко убавить. На малом фальце немножко добавить угол. Ну соответственно. Вот наш бюндель фалец. Вот я его очертил. Заготовка у меня для большого фальца. Вот я его прочертил. Сейчас покажу как я его буду дальше использовать. И для малого фальца соответственно. Вот он тоже угол. То есть о чем я говорил в ролике про бюндель фальц. Что малый фальц должен быть чуть выше большого. Ну сейчас вы это все увидите. Для чего. А то там наверное уже мозг у людей закипает. Что? Куда? Зачем? Вот. У нас сколько получается там по длине? 7 сантиметров. 7 сантиметров. 5 основная выдра и 2 сантиметра водный фальч. Да и у нас получается 5 подъем плюс 2 сантиметра. Это отгибка. Но наверху вам все покажем. Начачиваем эту линейку. Разгибаем пальцы. Ну соответственно большой фальц и малый фальц. Да. Ну и вот собственно начнем. Это наш шаблон. Угол ската. Мы его вымерили. Отчерчиваю? Да я сюда. Ставим его на линию перегиба. Очерчиваю. Так как у меня уже есть шаблон на бюндель фальц. Для большого фальца я его разворачиваю и очерчиваю. То же самое для малого. Угол ската. И вот у меня шаблон для малого фальца на бюндель. Для чего мы это делаем? Это в разы упрощает и ускоряет процесс монтажа. Соответственно при данных углах складывания все гораздо быстрее будет и ровнее. Не надо будет уже круглогубцами там подправлять. Ну может быть и надо будет, но не в таком количестве. Все. Так и теперь загибаем. Да. Так. Загибаем мы. Кстати, это все более подробно есть в книгах «Зеленый» Владимира Шестера. Правильно? Именно. Ты там научился, да? Если честно, мне рассказывали, что есть книги Шестера. Ага. Я сам там не читал, но я думаю, что это правда. Ослабляем. То есть здесь до малого фальца делаем треугольничек вырез. А здесь ну то же самое, до 25 миллиметров. На водном фальце, ну, чтобы было видно и понятно, прочерчено 2 сантиметра под 90 градусов с одной стороны и с другой. На малом фальце я это срезаю, на большом оставляю немножко для того, чтобы... Срезаю чуть-чуть под углом. Ну, чтобы отсюда нахлестнул на малый потом. Нахлест, да. Небольшой нахлест. Берем наши любимые круглогубцы. Каждая со стороны. С этой стороны встану. Нахламываем. С одной стороны немножко поправляю по этой линии, задаю линию. Вы все увидите, для чего это будет сделано. Соответственно, на малом фальце. Все то же самое. Надломаю. Поправляю. Ну, и дело за малым. Я это делаю. Снимаю, что так. Берем наш любимый бендер. Уголки отгибаем с одной стороны, с другой. Еще раз. Давай-давай. Давай-давай. собственно это можно будет по месту подправить загибаем водный фалис можно бендером есть гибочный станок на нем отлично ну вот собственно вот так это все выглядит сыром виде сейчас мы поднимемся наверх и вы увидите монтаж как служит который те линии которые мы задали бюндерфальцы насколько проще это все если сделать изначально собирать до до собрать будет проще так ну вот мы пришли изготовили всю картину пришли с ней сюда вот и сейчас покажем все полиуретановым герметиком также ну лучшего враг хорошему как говорится пускай будет не помешает намазали или наклали одеваем кстати там шашлаблоны придет эти помнишь говорил сжимаем прищепками все разгибаем но это обычный узел мысика но посмотрим в исполнении антохи два раза не порвать собственно про те шаблоны то что вы уже видели к чему ускоряет процесс он был согнут по углу который мы откладывали собственного нужно забиваем загибается на место уже по месту ничего формировать не надо это уже готовый угол до поправлять то есть ну крыло губцами всем остальным жалко что ты не взял тут шаблон который привез приходится таким на ну можно попробовать будет тоже с ними ручки и тишина творческий процесс дать примера вот так как и все ослабили ну практически у всех одинаково как ты не перестаешь рассказывать что металл нужно растягивать да ну потому что метри пытается сразу завернуть его а он сразу не завернется вот тянуть что тебе дать киянку забыл внизу киянку ну ничего страшного можно тут поставить вот выходи из положения ну тогда придется большой палец палец не может киянку задводный поставить не можно да что надо загнуть да согласен так легче не знаю нужно говорить либо нет я делаю с одного края допустим два с половиной сантиметра а с этого два и три ну потому что этот чтобы потом внизу в ровно смотрелось и про завершение внизу будет ровно да да какой-нибудь нюанс видите чуть-чуть там два миллиметра делать косину это делается потому что здесь то она завернул за капельник а вот этот металл заворачивается уже получается ну вот за готовые поэтому здесь сказывается два миллиметра правильно Антоха все верно главное что снизу смотрится хорошо да так эх тут тоже без кияночки да ну ладно а то он не кровищик чтобы можно и кирпич подставить ха-ха-ха-ха и что нибудь еще свера шучу конечно же а то будете кирпичи подставлять ха-ха-ха-ха вот ну вот видишь все получилось ничего страшно чуть поджать улетела которые чтобы не царапать металл о идеально как будто фальси миром прошли ну и собственно про те углы точнее шаблоны что мы заготавливали на малом фальсе соответственно он у нас уже вот готов большой фалец выглядит вот таким образом и теперь все складываем подбиваем в любом случае эти закинкой ну и собственно он маленький только очень маленькая сейчас объясню почему все заворачиваем соответственно почему так делается и все складывается четко четко прям как мы хотели единственное дело правильно шаблон да потом ты тот гибочка отворачивается так вот ну везде короче по всех по всем по всем по всем так он как называется водный фальс и потом вы да сейчас покажу уже готовое решение а там я не пройду да но я стала пройду только по другому и покажу конечный вариант так и вот я покажу готовый вариант то есть насколько вы видели у нас почему эти люди на фальсах в г-образном положении находятся что потом эту планку видите клёпочки клёпку в них ставить почему мы так делаем потому что на стене 200 миллиметров утеплителя вот естественно самореза никаким нам здесь не сделать то есть планка вот антар штрабу на два сантиметра немножко есть изгиб и сюда капельничка вот так это смотрится все аккуратно и потом также герметиком полиуретановым все промазывается вот так вот принципе ничего сложного нету как то так всем пока до скорой встречи